Отчитываемся за март, которому не довелось стать по-настоящему весенним, но тем не менее, совсем по другим причинам в историю России он вошел. Здравствуйте, в эфире позитивные новости, с вами Анна Рощенкова и мы начинаем. Главным событием марта стали, конечно же, выборы президента Российской Федерации. Активность избирателей была высокой, как никогда. На избирательные участки люди шли с самого раннего утра и целыми семьями. Будем рады всех увидеть с улыбкой. Сегодня большой праздник. Такого наплыва я никогда не видела. Я такого не помню. Выбор – это праздник. На выборы нужно ходить обязательно, свой голос нужно отдать обязательно. Мытищенцы проявили небывалую активность, потому как люди очень ответственные. Обязанность каждого гражданина делать выбор. Мы живем и хотим хорошо жить, поэтому просто случайного человека не хотелось бы видеть на такой должности. Такого накрутит, что не разгребешь. А для главы округа выборы президента вообще дело святое. Ну вот и слава Богу. Ваш президент – это какой президент? Ваш президент – это наш президент. Я его выбрал. А теперь вернемся к будничным заботам. Про уборку снега рассказывать уже не стоит. Благодаря беспрерывным капризам природы этот процесс доведет нас до автоматизма. А вот про очистку реки Яуза рассказать обязательно стоит. Процесс уникальный, а проект по праву можно назвать историческим. Итак, начался долгожданный этап, первый этап очистки реки Яуза от зарослей камыша. Жители этого района прекрасно помнят, что здесь бывает летом. Сплошные заросли. Сейчас вот эта вся масса должна быть собрана и транспортирована на берег. Рекреация реки Яуза и ее берегов – проект, за который так долго болели мутищенцы, идет полным ходом. Здесь, в конце Новомытищенского проспекта, исходная точка. Отсюда два земснаряда идут по реке в противоположных направлениях. Один в сторону центрального парка, другой – МКАДа. По пути выдергивая рогоз, поросль, поднимая ил и мусор со дна. Но не переживайте, ничего не угрожает не только благородным растениям, но и живности, обитающей в реке и на ее берегах. Земснарядам предстоит проплыть, прошагать или проползти на брюхе по Яузе 10 километров. Безусловно, то, что сейчас происходит в русле реки, давшее начало нашему городу, – грандиозное событие, пусть и кажется пока неприглядным. Начало любого строительства никогда не было приглядным, поэтому надо как-то это, наверное, пережить, всем понять. Перед жителями близлежащих домов извиняемся за неудобства какие-то и нарушения внешнего вида, но, тем не менее, когда-то нужно было бы это начинать. Муниципалитет рассчитывает, что в самом ближайшем будущем можно будет приступить к обустройству берегов. Вдоль всей реки появятся зоны отдыха, подобные тем, что уже существуют возле Дворца культуры Яуза или здесь, в конце Новомытищинского проспекта. Очищенная от рогоза и поросли Яуза будет течь быстрее, водоем перестанет заболачиваться, за что живность скажет нам только спасибо. Процесс идет, нужный и многообещающий процесс, и мы вам его результаты обязательно продемонстрируем. Интеллигентно, строгий и требовательно вежливый руководитель Мутищинского отдела Госудомтехнадзора и его подчиненные всегда на страже закона, красоты и порядка. А мы всегда на его стороне. Сотрудники Госудомтехнадзора привыкли работать на опережение. Для инспекторов ведомства самое важное не назначить штрафные санкции, а добиться чистоты, порядка и обеспечения безопасности. Внешний вид офиса многое может рассказать о предприятии. В первую очередь, как надолго здесь обосновались владельцы или арендаторы. Если временно, то и отношения соответствующие, начиная с входной группы. Опытный взгляд подмечает такие нюансы. Здесь нет вообще урны, которая обязана быть перед каждым торговым объектом. Гражданин, выходя и выбрасывая чек, куда он ее денет? В карман? Сомневаюсь. Выбросит на улицу, будет грязно. Но пока здесь чисто. И, соответственно, мы видим с вами, что ступени здесь тоже вызывают вопросы. Качество, состояние покрытия этих ступеней. Ох уж эти фасады! Если перефразировать известную поговорку, то ничто не дается так дешево и не стоит так дорого, как внешний вид. Если о нем забывают, то приходится напоминать. Имеем большое желание, чтобы оперативно все эти нарушения устранили. У вас есть пять минут времени. Оказывается, при желании дело укладывается в считанные минуты. Главный секрет успеха седьмого отдела Государственных надзора в неравнодушии его сотрудников. Способности не только требовать, но и отдавать. Как в случае с волонтерским почином по уборке снега в доме-интернате для пожилых в Белениново. Вот только волонтеры в погонах и подумать не могли, каким необратимым последствиям приведет их благородный порыв. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Нам года не беда, спорт нас выручит всегда. Назад, в плане, пошли! А к спорту геоди-то готовились? Обязательно. Обязательно. Как? А как мы тренировались? Гимнастику делали? Я вам забыла, как тоже. Гимнастику делали? Да. Да, да. Приседали, писали. Все делаем. Все забываем, конечно. Я здесь родилась и выросла. И наш нынешний город мне очень нравится. Раньше было как-то грустно. О, живу в Мытищик. А сейчас я горжусь. Живем в Мытищик. Но мытищинцы никогда не бывают удовлетворены достигнутыми результатами. А потому придумывают и создают новые проекты. Так приятно быть первыми и лучшими. Весь март мы принимали гостей в белых халатах. Сначала у нас побывала делегация врачей из города Дюрена, которая, посетив округ, была удивлена и нашим гостеприимством, и уровнем благоустройства, и успехами нашей медицины. Мы были поражены очень хорошим техническим оснащением отделения. И я бы не сказал, что наши возможности и условия сильно отличаются. Я не заметил кардинальных отличий в нашей работе. Мы летели сюда аэрофлотом, не люфтганзой. Я им сказал, что мы едем в Россию. И раз мы едем в Россию, то у нас будет все по-русски. То есть мы полетим аэрофлотом, мы будем, ну, и жить здесь будем, и пойдем в больницу российскую. То есть все будет по-русски. То есть вы должны это увидеть, как это на самом деле. Потому что то, что мы видим там, у России, то, что мы видим здесь, у России, это совершенно разные вещи. Их перекормленных дезинформацией западных СМИ удивить было нетрудно. Истина здесь оказалась совсем рядом. А вот требовательных и искушенных в профессии гостей местного масштаба всегда встречают настороженно. Эти, как рентген, все видят насквозь. Тем более приятно было получить настолько высокую оценку. У вас уникальный центр людьми. Люди, которые здесь работают с истоков, начиная с главного врача и заведующего отделением интервенционной кардиологии, это люди, я бы сказала, так не при них сказано, великие. Великие в том, что необыкновенная работоспособность, огромное желание помочь людям. И помочь не просто выполняя так честно свою работу, а на очень высоком уровне. Это люди, которые входят в операционные в Голландии. Это люди, которые входят в операционные в Германии. Это люди, которые на съездах транслируют свои операции на целый ряд стран мира. Но возвращаясь к теме лучших и первых, еще об одном проекте. Жилой 17-этажный дом на улице Коминтерна – единственный в Подмосковье кооперативный дом. Участники ЖСК «Мытища» проходили строгий отбор. Квартиры получат учителя, работники культуры, медики, а также многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении условий. Всего 192 семьи. В квартирах установлены счетчики, проведено отопление, канализация и электричество. Глава округа работу оценил. У меня есть возможность сравнивать те дома, которые сдают у нас инвесторы в рамках реализации коммерческих контрактов. Этот дом, конечно, на порядок лучше сделан. Стяжки, то есть все мокрые процессы уже готовы. Делай ремонт по своему вкусу и живи. Очень хорошая планировка, хорошее планировочное решение, просторные квартиры. Виктор Азаров побывал в двух квартирах, осмотрел, как устроены лестничные клетки и парадная. Не меньше руководителя муниципалитета интересовало благоустройство прилегающей территории и создание парковочных мест. Двор станет местом отдыха не только для новоселов, но и для жителей соседнего дома. Общий участок украсят две детские площадки, две спортивные и уютный сквер. Парковка рассчитана на 120 мест. Сдача объекта планируется в мае. До этого времени будут завершены последние работы внутри дома и приведена в порядок прилегающая территория. Самое главное построить качественный продукт. Построить продукт, которым потом будем жить, будем счастливы и любимы. И вот, кстати, о любви. Несмотря на то, что март был обильно припорошен снегом и выбранными бюллетенями, он остается самым женским месяцем. Он наполнен заботой о нас, признаниями в любви и восторгами. Я прощаюсь с вами до апреля и хочу, чтобы он был необыкновенно позитивным. А чего еще хотят женщины? Сейчас узнаете. Пока! Цветы, наверное, духи, колготки не помешают. Путевка в санаторий. В этот день улыбки, любовь и кофе в постель. Внимание и забота главное. Все, больше ничего не надо. Ну, счастья, здоровья и удачи. Помните этот корабль, чтобы тонули? Все было и богатство, и здоровье, а удачи не было и конец. Значит, и удачи добавлено. Субтитры создавал DimaTorzok